Всем привет! Сегодня у нас распаковка, как вы хотели. Распаковываю я не одна свою посылку с Ваевой Береса, а с моей дочкой. Давай я тебе помогу. Открою, наверное, этот пакетик, да, ножницами? Дальше ты сама? Да. Так, сейчас, секундочку, ручку убери. Сможешь дальше разорвать? Ну, давай. Это иншантимолс, да? Да. А тут в Турции иншантимолс продаются? Ну, кукла-то у тебя есть. Да? Да. Да, продаются в Турции, это есть. А вот свитбоксов, как в России, у нас здесь нет. Так, давай я эту пленку уберу. Вау, как круто, да? Вот два. Два будешь открывать? Да. Смотри, какие еще нету. Давай, распечатывай какой-нибудь. Так. Мне самой интересно, какая там качеством игрушка будет. Я в следующий раз хочу еще Винни-Пуха из советского мультика увидела заказать. Это же надо для меня больше. У меня они очень-очень классные игрушки. Мам, там другой цвет. Вау. Давай я отстригу. Он маленький, какой зеленый. Красота. На. Вау. Это кто? Корова какая-то? Да. Она вот здесь, смотри, на коробочке изображена. Точно. Там написано, да, что за герой? Две. Окей, ребенка. Это кто? Окей, это, короче, девочка-корова будет. И теленок ее, окей. Второй, еще один будешь открывать? Да. Давай. Ну что, кстати, прикольное качество. Хорошая игрушка. Кстати, реально, размер практически чуть-чуть меньше, чем в самой Иншанти-Малф-кукле. Они с игрушками же, с зверьками идут. Вот у них зверек этот карманный. Герой такого же, по сути, размера, как вот этот в свитбоксе. Один на округе. Думаешь, такой же опять? Нет. Это просто пакет такого цвета. Сейчас посмотрим. Так. Ну-ка, давай. Вау! Там какая-то кукла. Как ее зовут, не знаешь? Дай посчитаешь. Давай, с хвостом какая-то, юбка на ней бумажная. Мам, это леопард. Окей, леопард. Ну, такое себе, знаете. Вот, давай, включи. Сказочный патруль мне нравился побольше. Мам. Вот эта героиня. У нее да леопард приправы. Палочки открыть, хвостящий? Да. Котя, я люблю хвостящие палочки. А как они называются? Хрустики. Хрустики. Так, кто такие цыплят? Тик. На, держи. Хрустик. Покажи. Пожалуйста. Так, что я заказывала? Приправа. Вот, кстати, кто любит всякую корейскую вот эту тему. Салаты, морковку по-корейски и так далее. Это для вас. Эти приправы, на самом деле, у меня лежали уже очень давно. И я их тут недавно достала, нашла все в шкафу. И такая, думаю, что имя не пользовалась? Я приготовила вот для капусты. Я замариновала вот такой приправой, этой чим-чим. Капусту обычную, простую, заношу белокочанную капусту. Это офигенно вкусно. Есть набор вот этих специй. Это как кимчи, короче говоря, но не острое. Специи точно такие же, как кимчи, капусту солят. Присмотритесь, кто в России живет. У вас это вообще в доступе и на вам. Очень круто. Просто я из одной пачки. Это на 600 грамм капусты. Покрошила туда огурчик свежий, морковку. Огурец не обязательно, кстати. Перчик сладкий, болгарский. Это тоже не обязательно по рецепту. Морковка, капуста. Хрум-хрум какой, извините, на фоне. Короче, это очень крутая приправа. Вам всем советую. Когда в России жила, я не знала, что будет такая есть. Боже мой. Что это такое? Это гель для бровей. Ох, ничего себе, замотали, не откроешь. Это гель для бровей. Я покупала мыло для бровей, твердое в упаковке этого бренда. И оно мне очень не понравилось. Но из-за того, я не буду говорить, что оно плохое, потому что я, скорее всего, неправильно им пользовалась. А вот у них все увидела. Так, сейчас открутим. Ух ты, блин, как за... О, боже. Так. Пахнет немножко ароматом. Таким каким-то парфюмом. Парфюмером. Очень клейкий. Должен очень хорошо фиксировать. Когда посмотрю, классно фиксирует или нет, оставлю вам ссылку. Дальше из косметики. Пилинг от Аразия. Смотрите, какая помятая упаковка дошла до меня. Не очень это. Я это, кстати, пришло с Вайлдберриса такое помятое. Потому что если что-то такое помятое или проблемы с упаковкой, мне курьер всегда об этом отписывается, отзванивается. Она мне на связи. Я на нее не подумала. Это ее личное, да? Вот видите, вот. Ну, это сразу видно. Это не моя доставка. Это на Вайлдберрисе. Оно пришло вот таким. Но при этом целостная, смотрите, упаковка. Мое стекло не повредилось. Антиакно пилинг здесь 18%. Такая серьезная штука. Я пойду к косметологу на днях. Смотрите, здесь осадки какие-то есть белые. Я хочу отнести состав, показать, что он мне про него, про это средство скажет. Ее отзыв услышать хочу. У меня очень хороший косметолог здесь в Стамбуле. Смотрите, какие-то осадки, какие-то палочки белые. Блин, что это такое? Наверное, может быть, из-за перелета, знаете, как, например, кокосовое масло. Там оно фракции. Короче, интересненько. Так, что здесь у нас в упаковке? Здесь у нас еще инструкция. А, у меня такой буклет уже есть. А, нет, это именно про пилинги. Разные у них несколько направлений. Вот все это читаем обязательно. Так, чай. Милфорт. Как я в России жила, такой марки Милфорт я не знала. Тоже помнятая упаковка. Ахмат, помните, с облепихой? Он очень вкусный, мне понравился. И он тоже весь вот такой покореженный был. Там один пакетик порвался. Все высыпалось. У меня все. Тут хотя бы, видите, упакованно все не сыпется. И тоже, видите, у меня здесь фрукты эти, дикие фрукты. И опять облепиха. Что-то я прям дофанатела. По облепихе три штуки. Чай черный, байховый, ароматизированный. Называется лесные ягоды и облепиха. Давайте какой-нибудь сейчас скрою. Мне просто интересно аромат получать. Вообще, чай такой, как правило, сначала он ничем не пахнет. Только когда ты просто завариваешь. Ой, как он еще к рукам прилипает. Ну, блин, что за... Вот, видите, я уже вижу здесь, что он высыпался и все это. Капец. Сейчас тут везде краски, простите, будет. За это я люблю. В индивидуальных этих пакетиках упаковку чая. Такс. Ох. Так. Ага. Ну, просто черным чаем пахнет. Ты тебе нюхаешься что-нибудь? Внуку понюхай. Ничего, да? Просто чай. Нет, мне нюхает чай. Уважаемый любитель чая. Милфрод, бла-бла-бла-бла. Все по-русски написано. Ну, окей, попробуем. Надеюсь, он будет вкусным. О, твоё, доченька, что ты любишь. Золотая стрекоза. В этом ворошении украинском тоже есть такая пчелка. Она много в каких фильмах есть? Мармелад внутри с жидким центром. У нас дочка их любит, и папа их любит. О, тут 5 килограмма у нас. На самом деле просто мармеладки. Будешь? Да. Какого цвета тебе дай? Выбирай. Красного. Ну-ка, смотри, есть там красный? Да, да, да. Ну, давай. Уп, упала одна. Ничего страшного. Нет, я уже зелёный. Уже зелёный захотела она. Держи. Нет, вот она. Открывай, пробуй, расскажи, какой вкус. Опиши словами, что ты почувствуешь. Давай. Давайте я тоже попробую одну. Такая мягенькая, кстати, не сухая, свежая. Так. Так надо аккуратно спичать. О, такая химоза. Так сильно пахнет химией. Но мягенькая, свежая прям. Ну, как? Так. Ммм, блин, вкусно. Дочь, ну как так? Дай я тебе покажу. Ну, как так? Откусила, и всё уже пальцы у тебя в шоколаде. В мармеладке. Ну, ты даёшь. Это знаете кто? Производитель. Так, тут не описано. КДВ вроде бы, который сережки производит. Не помню, кто именно. Вроде бы они. Короче, вкусные конфетки. Рекомендую, кто мармелад любит. Там жидкая начинка внутри. Смотри, тут для тебя что-то ещё есть. Знаю, знаю. Знаешь, знаешь, что это? Аквамозаика. Короче, вот эти наполнители для аквамозаики здесь в Турции гораздо дороже. И всё равно даже с доставкой выгоднее заказать из России. Это уже шарики. Это уже шарики. У нас в дополнение идут к фармозайке, которые мы в Турции купили. Потому что тут найти их отдельных очень мало в наборе. Вау. Тебе нравится? Да. Вот. Ух ты. Контейнер для хранения. Вот это очень. И смотри, всё есть. Смотри, ещё много из них были укидем. Контейнер для хранения. Это очень удобно, да? Да. Ну-ка, какие цвета? Давай сюда положим. Сейчас мы закончим распаковку и пересыпем. Хорошо? Чуть-чуть попозже. Смотри, яркие какие. Тебе нравятся? Да. Тебе как раз таких не хватало, да? Да. Кому надо будет, напишите. Я вам, наверное, ссылку оставлю. Это очень хороший набор. Нормальная такая цена. Ну-ка, покажи мне картинки, какие здесь. Вот, чтобы переживала, что у тебя в прошлое шпателе она была, да? Дератику. У вас шпателя. Шпатель? Ну, вот эта штука, лопатка такая, да? Да. Чтобы соединять мозаика с лопаткой. Аккуратней, сейчас выхватить. Смотри, да? Давай картинку посмотрим. О. Так. Вот так. Пирамидка какая. Двухсторонняя. Двухсторонняя. Двухсторонняя, да. Вот еще какие. Вот, смотри. Это кто? Собака, утка, дом. Зайка! Ты любишь зайцев? Девочка какая-то, рыбка. Ну, на самом деле, там на фотографии рекламные была это, Микки Маус был, да? Да. Тут что-то этих картинах Микки Мауса нам не положили. Ну, ладно. Подожди, там еще есть. Ну, давай. Вот, смотри. Улитка кайфовая, смотри какая. Смотри, еще зайчик какой. Какую будешь сегодня собирать? Утка. Кого будешь собирать? А ты посмотри, твой любимый цвет. Сейчас покажу. Крепление для брелка. Смотри, розовое, фиолетовое. Как они будут крепятся? Ну, будь за ниточку, я тебе помогу, приделаю. В общем, класс. Ты довольна? Да. Круто. Я тоже будь довольна. На, отодвигаем. Итак, что у меня осталось здесь? В общем, из фитнес-шока мне понравились больше всего батончики, нежели печенье. Потому что печенье очень сухие. Честно говоря, много их тоже не съешь. Не очень хочется, рука к ним не тянется. Эй, помощник, не закрывай экран. Дочь, не надо, пожалуйста. Так, смотрите, это я повторку. Ой, это моя повторка. Или это новинка? Это новинка. Это батончики, они тебе не нравятся, они не очень сладкие. А эти? Хочешь попробовать? Да. Ну, чуть-чуть, один разок. Это их новинка. Банан, ваниль, фисташка и карамель. Карамель, что тут у нас? Банан, да, но тут что-то не тянет. Ну, окей, на тебе, я открываю. Можно я первое укушу? Давай. Хорошо, а ты скажешь, что ты почувствуешь вкус? Кахнет реально бананом. Эй, потом я окей? На, кусай. Мне нравится, не сильно сладкая. Мне тоже. Вкусно? Ага. Какой вкус ты ощущаешь? Банан. А еще? А тебе нравится, что он не сильно сладкий? И еще карамельку. Угу. Хотя там ванилька была? Карамелька, ваниль, банан. Хорошо. Тебе нравится? Угу. А то, что не сильно сладкая, тебе как? Нормально? Да. Вкусно? Ну, все, отлично. Будем вместе с тобой кушать. И да, я говорю слово кушать, а не есть. Можете меня закидать камнями. Это замена шмикерса с фундуком. Есть еще с Аратисом. Я Аратис не люблю, поэтому заказала с фундуком. И еще одна вот коробка. Они, кстати, были на скидке 14 февраля. Кто будет заказывать, смотрите, у них частенько бывают скидки по акции. И так они стоят, допустим, где-то 1200-1400 рублей коробка. А по скидке я за 800 рублей, допустим, покупала. Так, а, здесь ассорти у нас из вот этих батончиков. Это типа подконт под баунти. Но она вообще не сладкая. Только кокос ощущается. Я кокосовую стружку не очень сильно прям любитель, поэтому... Да. Ау, да. Кокос очень сложно открывать. Да, сложно кокос открывать. Верно, его бить нужно. Это замена прямо чисто сникерс, который... Короче, с Арахисом. И вот здесь, который у меня как с фундуком. Это все, запасы нам, конечно, надолго. Вот такие у нас распаковки сегодня. Скажи, что тебе больше всего понравилось из покупок? Все. Все понравилось? Да. Мне очень сильно нравятся вот эти конфетки. Мне тоже. Очень классные. Себя жила в России, всегда бы их покупала. И так как нам их доставить сюда проблема, будем их кушать уже тогда. Приветик. Привет. Ну что, всем скажем пока-пока? Пока. Пока.